Да, и время пошло, друзья. Итак, фактически, буквально секунда. Сергей, засеките время, пожалуйста. Готовы? Да. Итак, будет, я думаю, 3-5 матча по 5 минут, да? Правильно я говорю? Три матча по 5 минут, и по результатам этих трех матчей станет известен победитель этой пары, который пройдет в финал. И в финале, собственно, сразится за приз, за кубок, так скажем, первого чемпионата среди диджеев по настольному хоккею. Игра уже началась. В бело-синей форме диджей Зов и в желто-синей диджей Невис. Буквально через 5 минут они поменяются полями, пока счет 0-0. Узнаем, на чьей стороне сегодня будет удача, кто станет победителем и кто выйдет в финал уже в ближайшие минуты. Ну и также в районе 9 часов по Самаре начнется программа культура потребления. Сегодня интересные гости. Сегодня, кстати, предновогодний выпуск. Последний, так сказать, в этом году. Поэтому, друзья, не пропустите. Если вы уже прямо сейчас подключились и смотрите нас на портале samaracityonline.ru Непременно скидывайте ссылки своим друзьям и будем смотреть все вместе, будем обсуждать, что будет происходить в эфире. Ну а прямо сейчас идет матч. Играю диджей Зов, диджей Невис. Пока счет 0-0. Мне кажется, что такие моменты можно музыку даже чуть погромче, да? У нас сопровождение музыкальное красивое, волшебное, и музыка такая же звучит. Музыкальную атмосферу создает диджей Кирилл Матвеев. А на ледовом поле рубятся диджей Зов и диджей Невис. В сине-желтой форме диджей Невис. Счет по-прежнему еще 0-0. 1-0. Диджей Невис повел в этой встрече. Дима Павлов на сбрасывание. До конца 3 минуты. 3 минуты до конца первого матча. Первого тайма, я бы даже назвал так это действие. Период в хоккее. Подсказывают из зала. Кстати, друзья, подтягивайтесь. Если вы находитесь где-то недалеко, либо даже далеко. Все это действие проходит в заведении Борзов на пересечении Старозагора и Советской Армии в городе Самара. Именно здесь происходит первый чемпионат среди диджеев по настольному хоккею. В данный момент играют диджей Зов и диджей Невис. Счет 1-0 в пользу Невиса. Была атака. Еще одна, но немножко неудачная. Возможно, следующая увенчается успехом. Нет, диджей Зов перехватывает шайбу. Зов активировался. Зов в нападении. Это был Дима Павлов со коротким спичсетом. А игра продолжается. Диджей Зов в атаке. За белый синих в данные секунды выступает диджей Зов. Примерно 2 минуты до окончания первого тайма опасный был момент. Но не более чем момент. Диджей Зов продолжает атаку. Невис отбивается и переходит в контратаку. Контрнаступление продолжается. Уже опасный был момент. Но Зов лихо защищается, не давая пробить свои ворота. Нужно повышать ритм. Опасно, опасно. Диджей Зов в нападении. Яростно атакует ворота противника. Буквально остается 1 минута до окончания первого тайма. Диджей Зов активировался и нападает все активнее и активнее. 1-0, пока он проигрывает. Невис ушел в глубокую защиту. А нужно нападать. Потому что, если не забиваешь, ты забиваю тебе, как гласит правило негласное. Как футбола, так хоккея. 1-0 по-прежнему ведет Диджей Невис. И буквально 30 секунд остается до окончания первого тайма. Для тех, кто только что включился, напомню, что вы имеете счастье лицезреть четвертьфинал первого чемпионата среди диджеев по настольному хоккею в прямом эфире. Буквально 10 секунд остается. 8, 6 секунд, 3, 2, 1 секунда. И заканчивается первый тайм смены ворот. Ребята меняются полями. Я напомню, что это первый чемпионат среди диджеев по настольному хоккею, который можно прямо сейчас смотреть в любой точке мира по средствам портала samaracityonline.ru. Присоединяйтесь к нам. Время. Время пошло. И второй тайм. Диджей Зофф, Диджей Невис. Ты даже на часы не посмотрел. Ну а чего ты вот гонишь? Я чувствую время. Поехали. Ребята поменялись полями. Диджей Зофф за желтый-синих. И Диджей Невис за белый-синих. 1-0. Видимо, за желтый-синих сегодня участвовать, играть, это приносит удачу. 1-0 в этом тайме, но в игре общий счет 1-1. Пошел второй тайм матча четвертьфинального между Диджей Зоффом и Диджей Невисом. Здесь, в паре борзов. Присоединяйтесь, кстати, к обсуждению на портале samaracityonline.ru. Там справа. Можете летезреть колонку обсуждений. Без стеснений можете туда писать все свое мнение, которое вы можете выразить по данной трансляции. Также можете задавать какие-то вопросы. На самые актуальные из них мы постараемся ответить. В прямом эфире все это происходит, напомню, без какой-либо подготовки. Сплошнейший экспромт. В принципе, как и в кадре, так и на хоккейной площадке. Матч идет между Диджей Зоффом и Диджей Невисом. Музыкальное озвучивание ведет Кирилл Матвеев. 2-1. Зофф. Зофф. Начал лидировать. Лидирует Диджей Зофф. 2-1. Это второй тайм. Остается буквально 3. Уже где-то 2.40. 2 минуты 40 секунд. 2 с половиной уже минуты до конца второго тайма. Всего будет 3 тайма по 5 минут. Напоминаю я вам, друзья. 3-1. Диджей Зофф вплотную взялся за воспитание Диджей Невиса на хоккейном поле. Видимо, глубоко задел его первый гол. И он решил наказывать. Жестоко наказывать. За желтый-синих Диджей Зофф. 3-1. Он уже ведет. За один тайм забил 3 гола. Невис активировался в нападении. Но Зофф тоже не теряется и ведет контрнаступление. 3-1 счет. Время остается буквально 2 минуты. Ты не чувствуешь время. Минута 40 до конца второго тайма. Давайте расследим технологию Матур Куречи. Время. Опасно было. 40. 2-40. Минута 40. Минута 20 до окончания данного боя. 2-го тайма. Опасный был удар. Но мимо, мимо ворот. Еще один опасный удар. Невис активировался. И наносит удар за ударом. Опасные. Но пока мимо цели. 3-1 по-прежнему ведет Диджей Зофф, который сегодня вот в этом именно матче за желтый-синих выступает. Я здесь не любопытствую, сколько осталось времени? Время осталось в районе 50 секунд. 40 секунд до окончания второго матча этого четверть финала. Подтягиваются гости, друзья. Сюда к нам Борзов. Именно отсюда идет онлайн-трансляция на весь мир первого чемпионата среди диджеев по настольному хоккею. В данный момент мы смотрим 4-1. Пока я анонсировал, откуда мы смотрим. Остается 10 секунд. Но Дима Павлов обрывает этот матч. Третий тайм, который решит все. Кто пройдет финал. Диджей Зофф или Диджей Невис? Напомню, друзья, что Диджей Зофф прямо сейчас ведет. 4-2. На первых же секундах вкатывает шайбу Диджей Невис. Пятиминутка пошла. Остается буквально 4-40. Время неумолимо бежит. 4-2. Пока ведет Диджей Зофф, но все. Можно еще переломить и выйти вперед. Опасный удар был в сторону ворот Диджей Невиса. Ребята поменялись местами. И уже Невис за желто-синих выступает. А Диджей Зофф за бело-синих. Сбрасывание. Около бортиков трутся пока хоккеисты и с той, и с другой стороны. Перешли в центр. Опасно было. Но мимо ворот. Мимо ворот. Столбились хоккеисты. Около середины. Невис нападает. С оборотами продолжается игра. Техническая пауза у нас, друзья. Буквально 3 секунды. А до окончания встречи остается 3 минуты 50 секунд. Время возобновляет счет. А напомню, друзья, что следующей парой встанет. Вы знаете, вот со стороны кажется, что игра такая эмоциональная, такая вот быстрая, энергичная. Что происходит внутри каждого игрока? Я имею в виду не пластмассового, а живого. И насколько эти эмоции здесь какие присутствуют? Давайте узнаем у первого человека. Чего? Сбрасывали, короче. Поехали. Да, и какие эмоции? На этом мы остановились. Вот сейчас пометуя... Это эмоции. Это был... Ну не можем, как студентка. Диджей Зов. Какие эмоции у вас, коллега? Диджей Нерес. Я понял тебя. Вот, ну и ладно. Продолжайте себя. Продолжается игра, друзья, за бело-синих диджей Зов, за желтый-синих диджей Невис. Остается три минуты до окончания этого четвертьфинального матча. И кто-то из этих двух ребят выйдет в финал сегодняшнего чемпионата среди диджеев по настольному хоккею. Сегодня финал. Сегодня четыре игрока. Было в начале и останется всего лишь двое. А в финал выиграет только один, самый сильнейший. Итак, сбрасывание еще раз. 4-2 счет. Остается 2-20 до конца. Пока что лидерой диджей Зов. Две шайбы нужно отыграть Невису, дабы сравнять счеты и хотя бы выйти в овертайм. Но в идеале, конечно, забить три и сразу же победить спустя две минуты. Две минуты до конца уже матча всей серии. Третьего матча, третьей пятиминутки. У Зова гнутся туфли, но от этого счет не увеличивается. Сергей, я вклиниваюсь в ваш экскрометный комментарий. И вот сейчас впервые, друзья, презентация. Вот кто-то ловит красивый кадр, я имею в виду видеосъемки. У нас кадр ничего не ловит. Я пытаюсь иногда вот периодически здесь промелькнуть. Но я попытаюсь поймать выражением наших игроков, потому что один из них говорит порой не только ненормативную лексику, но и рифму с этой лексикой связанную. А пока, пожалуйста, Сергей, сколько времени осталось? Осталось полторы минуты до окончания этого боя. Диджей Зов пока лидирует 4-2, но еще буквально минута 10 разделяет нас от окончания данного поединка. Минута. Пошла последняя минута, и мы узнаем, кто же выйдет в финал из этой пары. Я думаю, только чудо уже может помочь Диджей Невису вкатить две шайбы и выйти в овертайм. Но пока чудо не происходит, атакует Диджей Зов. У Зова зато есть возможность уборщить счет. 5-2, 6-2, сколько будет? Или так и останется 4-2? Не успел! Давай. Самое главное, да, самое главное не ссать, все проплачено. Остается полминуты. 4-3. 4-3. Полминуты. А есть ли у нас такая функция, как добавить время? Нету, нету, нету. Нету функции добавить. Нету. Остается сколько? Остается 30 секунд. Диджей Невис должен ускориться, дабы сравнять счет. Что ему сделать? Что сделать ему? 20 секунд забить гол. 15, 14, 13, 11 и 9. Слишком быстро. 12. Вы чувствуете время, я помню, да, Сергей? Ну. 10 секунд. 9 секунд. Так как времени нельзя добавить, я буду его просто говорить медленнее. 8 секунд остается. У Невиса есть еще шанс. Да и у Зова тоже увеличить счет, либо закончить игру со счетом 4-3. 3 секунды разделяет нас от окончания. 2. 1. Финальный свисток. Диджей Зов победил. Упорно старался Диджей Невис. Давайте попалодируем. Музыку, Кирилл, прибавьте, пожалуйста. Вырвать победу. Совсем скоро следующий матч. Да, следующий матч очень скоро. Кто играет, Зов? Погнали. А в следующем матче встретятся Диджей Деймс и Дима Павлов. Все это буквально через считанные мгновения. Ребята уже начинают подготавливаться к матчу. А я вам напомню, друзья, что в 9 часов по Самаре именно здесь стартанет программа культура потребления. Сегодня интересные гости ожидают вас. Сегодня предновогодняя программа. Мы, в свою очередь, всей командой, которая делает для вас эти эфиры, спешим поздравить вас с наступающим Новым Годом. Поздравить вас с этим приближающимся праздником. Пожелать вам всего самого наилучшего. Самого светлого в наступающем 2015 году. Ну и присоединяйтесь, друзья, активнее к обсуждениям, которые ведутся на портале samarcityonline.ru Прямо сейчас за пультом делает нам музыкальное настроение диджей Кирилл Матвеев. Ребята уже практически готовы вступить.